Итак, сегодня мы обновили DIGMO IDG7N до Android 4.2.2. Спасибо техподдержке компании DIGMO. Стал выглядеть вот так. Вот, стандартный интерфейс Android 4.2.2. Работает, в принципе, хорошо. Мне кажется, производительность даже увеличилась. Вот данные, кто не верит. Так, значит, ссылку на официальное обновление я скинул под видео. Вместе с инструкцией. Инструкция, кстати, я вначале путался, потом нашел. Оказывается, инструкция для обновления DIGMO IDG7N. Это та же, что и для IDS10. Вот. Ну, работать стало немного шустрее. Система, естественно, какие-то обновления претерпела. Вот. Какие изменения получились у нас теперь? Так сказать, трей компьютерный, да? Вот эта область. Он теперь в пассивном режиме показывает уведомления у нас вот здесь. Таким. Вот здесь DrWeb сейчас работает. Вот видно, так полуподсвечивается, как бы. Вот. Значок. Значок кнопки меню переехал из правого верхнего угла вниз посередине. Вот он теперь у нас. Вот. Так. Здесь остался интерфейс тот же самый. Вот. Вот. Конечно, новое оформление. Переехал на новое ядро. Программа модифицируется. Вот. Большой набор стал живых обоев стандартных. Ну, помимо тех, которые можно докачать отдельно. Вот. В прошлой прошивке у меня была проблема с приложением YouTube. Там не обновлялось до новой версии. Вот. Но в этой все хорошо обновилось. Вот оно. Новое приложение YouTube выглядит таким образом. Мой канал, собственно, на котором вы сейчас сидите. В целом, вот шторка уведомлений сейчас переехала вот не в правую часть, а вот оно теперь. Справа выстраиваются приложения в рядок. Убираются так. Вниз. Не знаю, может, вверх. Давайте попробуем сейчас. Прямо просто я только сегодня поставил. Не разобрался еще совсем. Но производительность видно, что улучшилось. Причем намного. В прошлой версии Android у меня еще была проблема. У меня отваливался Wi-Fi. Причем так очень быстро, когда особенно в видюшке смотришь приложение ВКонтакте, начинается оно загружаться, и Wi-Fi по делению падает, падает, падает. Потом раз, вообще отключается. Хотя роутер, все включено. Приходилось перезагружать планшет. Потом вообще пришлось делать хард-ресет. Вот таким вот образом они выстраиваются. Пожалуйста. Удаляются вверх-вниз. Не помню, как называется. Билл-кик типа. Ну, то есть, вот, 4.2.2 Android вполне работоспособен. На Digme IDG7N. Не бойтесь, обновляйтесь. Единственное, что удаляются абсолютно все приложения, которые были установлены. Все данные. У меня данные были сохранены на флешке. Все равно. Я флешку изъял, естественно. Приложения, которые были на флешке, они никак не работают. А, естественно, данные, которые были, они так и остались. Вот. Ну, вот, в общем, все, что можно сказать. Обновляйтесь, не бойтесь. Digme IDG7. Довольно хороший агрегат. 3 тысячи стоит. Спасибо. До свидания.